Шаббат шалом Мы находимся в его присутствии Скажем так Хочу просить вас Я, наверное, много задаю вопросов И хочу, наверное, много ответов У кого есть Писание? Поднимите, пожалуйста, его перед собой Поднимите его на телефоне С собой Поднимите, что у вас есть Писание Почему? Я спрашиваю, потому что Моё мнение, что это важная часть Нашей жизни Это важная часть Не читая только дома, когда мы его открываем Где-то вынимаем Из полочки, чтобы, знаете, как-то Успокоиться Успокоиться в Нём Открыть, знаете, как-бы А то, что открывает нам Господь Мы так говорим Ох, оно, Боже, явно Вы знаете, всё Писание Богом вдохновленное Для того, что для нас важно Важно, когда мы приходим на служение Мы имеем Свой Писание Для того, чтобы, когда мы читаем Мы могли следить О том, о чём проповедуется Что мы читаем И в Нём мы назидаемся Аминь Начиная, как-бы Говоря о себе с формы Хочу сказать, что Бог действительно что-то делает чудное В эти времена То, что, знаете, как-бы Мы имеем молитвы За нашего Рада Это Боже Благословение нашей жизни И не только молитву Потому что Он мой брат Я молитву за то, что Он мой пастырь И мой, знаете, Наставник И это то, что важно Когда мы заботимся друг о друге Когда мы помогаем друг другу Когда мы действительно стоим Вы в жизни друг за другом Это то, что Писание Напомогает И говорят Особо своим поверь Что делаете? Помогайте И вот на этом Вот на этом слове И на этом, как-бы Мы сегодня будем с вами беседовать Рассуждать О Писании О призвании О отношениях Что Кто мы Во Христе Иисусе Кто мы Иешово Шейх И Это то, что Последние месяцы В служении В Минскообщении Во время прославления Во время Всего Дух Божий Обращается Не только, знаете, как говорится Кому-то особо Он обращается ко всем И я беру этого внимание Что Он говорит Лично Мою жизнь Он говорит Во время служения Он говорит Во время чтения Толь Он говорит Всегда Но всегда ли я Богу услышал? Всегда ли Мое сердце Оно Отказывая Для меня Лично Голковский крест Голковский крест Голковский крест Их Что он для тебя Кто для тебя Сегодня в машинах Живешь ли ты В том Отношении В том призвании В том Чему он призвал Или ты живешь на себя Я говорю Боже Я живу Потому что ты принял меня Я живу От того, что ты открыл спасение От имени твоего Он задает вопрос Когда ты живешь? Я говорю Ну постоянно Он говорит Скажи мне Когда постоянно? Я говорю Я говорю И знаете В какой-то момент В какой-то момент Происходили такие Как слайды Что Моя жизнь Это то, что Как бы Живя Хочу чего-то успеть Живя работаешь Живя Ну Друзья С кем-то еще Я понимаю И вижу Что Бог показывает Мне через Он Через призму Через его отношения Кто я в нем? Что Живу ли я В том отношении Я говорю Боже Я молюсь Он говорит Ты хорошо делаешь? Он говорит Я верю Он говорит Послушай И бесы верят И трепещут Я говорю Ну что мне еще надо делать? Он говорит Это не вопрос Что тебе надо делать Живешь ли ты со мной? И для меня Это было В начале Как бы Месяца Вопрос Что Действительно ли я Живел Действительно ли Я Прилепился К моему Спасителю Я Отошесляю Его Я Живу Всей своей Жизнью Полнотой Его Жизнь И От Царства Приближается И для меня Стало Печально О том Что В этом Все Как Как Верующий Верующий Человек Я Ничего Не Я Порой Стою В Размышлении Что Мне надо Это Задаю Вопрос И Сам Себя Направляю Сам Себя Говори Мы Начитаны Мы Знаем Писание Мы Прослушали Много Проповедей Но Все Мы Понимаем Но Сердце Оно Далеко И Оно Говорит В мою Жизнь Прилепись Господу И Когда Говорил В служении Говорил Что Я не знаю О чем Проповедовать Ибо Сам Господь Он Открыл Себя Ради Меня Одного Ради Каждого Из нас Он Открыл Ко спасению Он призвал Чтобы Мы Находясь В Его Воле Его Послушанию Его Мы Не 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 всего, стабилируете внимание. Мы не видим свои обиды, мы не видим трудности, мы знаем, что мы проходя, мы проходим вместе с Ним. Но в этом всем мы замечаем, как что-то происходит, как кто-то посмотрел, как кто-то сказал, как и много-много то, что нас отвлекает от жертв Господи Живой Мамашей. Отвлекает нас от призвания, от отношений. Мы пока разбираемся с собою, пока мы разбираемся, что мы сделали. Знаете, призвание, оно отдаляется, потому что мы делаем шаги, мы делаем шаги, мы говорим, мы завтра сделаем, мы завтра все сделаем, мы завтра все сделаем. Но он говорит, ныне, ныне день Господень, ныне для нас время отслужить, время пребывать. Господи, сегодня, ныне завтра, ныне послезавтра, потому что не знаем, какой будет завтрашний день. Но мы настолько уверены, что будет завтрашний день, это тот, который мы для себя создаем. Мы говорим, не, подожди, Бог создает, но оба знаем. Мы его, знаете, распределили. Мы его конкретно, знаете, вывели так, как для нас хороших. Это удобно. И с чего сегодня начнем писание? Читаю. Евангелие от Матфея. Десятая глава. Интересно, знаете, вся десятая глава, она говорит об отношении самого Господа Ишума Шейха к ученикам. Ученикам, которых он призвал. Он призвал каждого ученика. Он призвал. И они что сделали? Оставили все. И последовали за Господа Мишума Шейха. Последовали за Учителем, последовали за Мессией. И мы читаем в первого стиха. Призвав двенадцать учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и ворщевать. Всякую болезнь и всякую немощь. Иисус, призывая, дает. Он, знаете, высвобождает ту власть, которую Он, имея в своей жизни, имея отца. Он высвобождает ее, и Он высвобождает все те вещи, которым Он показывает, что Он есть сурган. Он бесами сгоняет. Он исцеляет. Все Он делает и говорит, это я Вам даю. И говорит ученикам, вся эта глава говорит о том, что надо делать. И Он говорит, я хочу, чтобы вы сделали что-то. И Он говорит, я же, идите и проповедуйте Царство Небесное приприз вас к вам. Идите. И Он говорит еще моменты, что с собой не брать. Помните? Читая это все, я задаваю вопрос. Что вам важно в этом всем? Что вам важно в этом всем? Почему Иисус говорит особо своим ученикам? Золото и серебра за кое-что не берите. Медных монет не берите, поясов своих не берите. И начинает перечислять. Сумму не берите. Сменной одежды с собой не берите. Посор не берите. И что не берите? Обувь свой. И говорит, идите и служите. Ни одного, ни возник вопросов. Что ты говоришь? Что ты говоришь? И мои представления, знаете, оно как бы, читая, оно читая европейское. Нормально, сказал Иисус. Они послушались, и все хорошо. Но когда рассуждаем в Израиле, о том, что идти босиком, я не могу даже себе представиться. И идти по этому песку и по камням, не могу даже себе уявить, что такое уява, наверное, мать. И чтобы не держать посох, и не иметь пропитания, и не иметь все, что необходимо тебе, я даже не мог себе сложить это все. И я думаю, да, Боже, как ты использовал своих учеников. Они были послушны тебе. Они все то, что ты говоришь, они послушали и сделали. И они приняли все. Боже, какие они призваны, послушны тебе. И Дух Святой обращаются ко мне. Сделаешь ли ты сегодня то, что сделали ученики? Я говорю, да, Боже, Боже, не проблема. Все, что ты скажешь, я тут же не вспомню. Он говорит, я несколько раз говорил, ты не вспомнил. Я говорю, ну да, когда? Он говорит, когда я тебе говорю? Я говорю, ну, саду, на пол. И я начинаю вспоминать моменты, когда Дух Святой, Он обращался к нам. Пойди послушаю. Пойди сделаем это. Пойди сделаем вот так. И я, понимая, что я не слушал призывавшего меня. Сегодня, сегодня, каждый из нас рад сегодня слышать Слово Божие. Скажите Аминь. Все мы рады слышать. Мы рады, что мы сегодня находимся в служении. Мы рады, что сегодня прославление, служение, всё служение, мы находимся здесь. И мы настолько рады, что мы тебе говорим, Боже, спасибо тебе за это время, которое я отделил для тебя. По-моему, отделяем. Но у нас есть расписание, дорогие. В 11 часов начинается служение. И оно пройдет 20,5 часа, и у меня все есть, что нужно делать. Может, нам нужно послушать, что то, что мы приходим на служение, это не отговаривает, знаете, как должное перед Богом. Если мы призваны, это наше призвание быть ко спасению личным. Аминь. И Он нас призвал, и мы приняли этот призыв. Мы приняли призыв Господа, Иешуа Маши, ко спасению. Ко спасению. Ко спасению. Ко спасению. Дабы мы сохранили, как апостол Павел говорит, «Сохраните свою веру до конца. Сохраните то начало. Сохраните тот призыв. Сохраните все до конца». И сам апостол Павел говорит, говорит, за что я был избран, за что? Я тот, который был, гоните. Он этим хвастается или он сожалеет? Он смотрит на это, знаете, как на то, что, зная Слово Божие, зная Писание, зная Танар, зная Пророка, зная, что Машиер, он, он придет ради Него, он зная, что он искупен, его грехи вел, но не видя, он остановился и сказал, «Боже, скажи мне, сны не будешь болен, скажи между телом. Скажи». И он говорит, мне нечем более хвалиться, нечем более хвалиться, как только Христом и шо, мошенников, каким, распятым и воскресшим. Нечем более хвалиться, нечем. Разве апостол Павел нечем рассказывать среди апостолов, кто он, и чем он занимался, и кем он был, слушайте. Он мог рассказывать это часами, 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 часами. Но он почитает о всем ненужном. Как порой мы собираемся, чтобы поговорить. О чем мы поговорим? И мы начинаем говорить обо всем только не о Господе Судове. Мы говорим в Венении Божьем, ой, спасибо, что Ты меня напомнил, что Ты меня бережешь. И Писание говорит, что когда мы собираемся, собираемся с тем вместе, мы не собираемся, чтобы покушать, чтобы поговорить, мы собираемся, чтобы возьмем друг друга. Мы собираемся. И прошу осуждения, говоря, вообще не говорю, дорогие, если Вы хотите меня пригласить в гости, чтобы меня угостить, я Вам скажу спасибо. Но если мы будем говорить обо всем, об Иисусе не будем, я прошу прощения. Можно я Вам не приду. И это то, что говорил Иисус, Ишава Шеф. Он говорит ученикам оставьте все и следуйте. Следуйте. И они услышали вот это, знаете, не приказание, не найдено, не какое-то умоление, или там, ну, может. Ребята, ну, пожалуйста, сделайте это. Он говорит, я вам даю вас. Я вам даю. Идите и исполняйте. Говорите. Царство Небесное. Оно что? Приблизилось. Оно приблизилось. Говорите, не останавливайтесь по дороге, идите и служите. Приходя в город, приходя в дом, и вы говорите мир вашему дому и принимая вас, зайди в этот дом и не выходи, пока не уйдешь. Я думаю, почему он говорит, не оставайся в этом доме, не переходи из дома в дом. Это то, что он говорит, не выбирай себе то, что ты хочешь выбирать. Ты говоришь мир, этот мир остается в этом доме. Ты говоришь о благости и милости Божьей. И этот дом принимает, он принимает меня в этом благословении. Оставайся, отдыхай, кушай, молись за те, которые в доме нуждаются. Молись за исцеление. Трудись в этом всём. Всё то, что я сегодня хочу говорить о нашем с вами отношении, о нашем друге с вами отношении. Хочу задать один вопрос. Скажите, как часто вы друг друга приглашаете к себе в гости? Просто не выборочно кого я хочу, а просто ближних своих, которые вы умеете в служении. Разве мы не братья и сёстры во Христе Иисусе? Вешой Машиха? Разве мы не избранные ним и мы не любимы? Поднимите руку, кто каждую неделю приглашает друг друга в гости? Дорогие, что случилось? Что происходит? Что происходит с нами? Что происходит со мной? Говорит, не, Рэба, что нормально? Ну, у тебя такая работа. Я говорю, какая работа? Если быть Рэбой или пастырем – это работа? То я хочу расстроиться. Я не найманый работник, чтобы работать. Я принимаю призвание, которое Бог открыл. В каждом из нас Он открыл призвание, Он открыл любовь, Он открыл себя. Разве не надо? Разве не надо друг другу быть довольным? Разве не друг другу принимать и помогать, сохраняя отношения, сохраняя веру, сохраняя друг друга перед Господом? Не надо ли с вами являть Его славу, являть Его Словом в единстве о том, о чем молился Иешуа? Говорит, об одном Тебе, Боже, молите, прошу Тебя, так как мы едины. Я прошу тех, которые Ты мне дал, чтобы они были. О чем? В единстве. Как мы. О чем мы говорим сегодня? Мы говорим о служении, мы молимся, Боже, яви, 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 принесая знамение, Боже, прошу Тебя, дай мне быть элегристом, дай мне быть. Он говорит, я в Тебе этому дому открыл, я вложил в Твое сердце, я вложил в Твое мышление, в Твои уста. Не я ли в Тебе? Не я ли с Тобой? Не на меня ли ты уповаешь и имеешь веру ко спасению? И ученики, они исполняли Слово, которое имеет сил и власть. Для них, которые еще не было открыто, знаете, сошедшие с удовольствием. Но они приняли, зная, что это есть сила Божия, и Дух Божий, который через мир действует. И написано, когда вы приходите в город, вас не принимают, что сделаете? Я хочу задать вопрос. Это контора. Что значит «выбать неприняга на таком уровне, отрекнуть и быть, и детьям». Ну, кто-то может вот так вот, Александр. Что хочешь? Помочь. Хочу помочь своему себе. Для меня какое-то простое представление. Так как, знаете, ну, что значит «выбать неприняга»? Я пришел в квартиру, как всегда пигонка. Извините, да. Это вот, мне открыли дверь. Я говорю, а, где отсюда? И закрой дверь. Я говорю, ну, и стал богат, кто обтряхнул. «Вы, ну, не приняли меня». А читая описание, там немножко по-любому все оказывается. Говорит, когда вы выйдете и оставляете то, что вас не приняли, вы оставляете это для меня. А что-то написано. Он говорит, «Содом и Гаморь отрадим, потому что он неповременно покаял. Но придет в этот город хуже, чем Содом и Гаморь. Хуже!» Можете вы себе представить, что может вообще произойти? И это все. А я говорю, Боже, а я не приходил еще с тем посланием и с верой, что ты посылаешь. Я не ходил. Я бегаю. «Нет, дорогой, извините, это то время было, но оно отличается». Послушайте, вера одна, она не меняется. Призвание, которое, оно не меняется. Меняется может, знаете, время, как одеты были. Да. Но, говорю, все же хотят послушать. Все открыты к Ивану. Все. Но дьявол, он не желает, чтобы то призвать, то служение, та любовь, отношение между нами. Как мы говорим, мы дожили друг другом, он не желает, чтобы это происходило. Он понимает, если это будет происходить, будет сила Божья, она настолько сильна, она будет настолько действовала в нас, в каждом из нас, что я тебе говорю, Боже, прости меня. Боже, я прошу тебя, Боже, я прошу тебя, умоляю тебя, дай мне, чтобы мой дом не закрывался, дай мне, чтобы моя дверь была открыта для каждого, для каждого. Я хочу приветствовать друг друга, я хочу любить так, как меня любит сама Шия. Я единоличник, что уговорил, меня любит Иисус, извини, но я тебя не принимаю, потому что ты на меня нагрубил. Ты мне не так, ну, сказал слово, а я пришел, хотел покушать, а ты мне даже, ну, стакан воды не подал, и мы все вспоминаем, но эти ты мне не дали, что Иисусу не дал. Абстрагировать надо, знаете, от искученных фраз, писать и цеплять, если мы, ну, пожив, если мы Христовы, то ничего не может нас разделять. Ничего. Ничего, дорогие. Мы имеем классы, мы имеем смущения, мы все, ой-ой-ой, я еще не готов, ой-ой-ой, мне еще надо покушать и спасать. Слушай, я посмотрел на себя в духовном образе, я сказал, ты толстый, ты не можешь встать, потому что ты духовно настолько ожирел, ты настолько сидишь и еще тебе мало. Я говорю, Боже, ты открыл мне спасение, ты даровал мне прощение, ты благословил мне своей жизнью. И ученики, они пребывали, они исполняли, но он говорил, дорогие, не заходите ни о чем. И это благословение, которое вы имеете, наверное, я о нем не пользуюсь. Наверное, не знаю, как ты все отобразить его. И наша идеологичная жизнь, это то, что мы говорим. Когда мне Бог перезовет, тогда я пойду и сделаю, как Писание говорит, то ли другое. И мы слышим призывы, о, Боже, я ожидаю Твоего откровения, я ожидаю, когда Ты мне скажешь. Знаете, как это для меня-то выглядит, когда мы будем прийти к Иисусу? Стать на колени, придо мной, и сказать. Рома, слушай. Пожалуйста, идти по-по-по-по-по. Я говорю, я не услышал, повтори. Мы слышим это слово к своей жизни. Нам не нужно никаких откровений. Он открыл нам все. Что может быть больше, чем Его? Что может быть больше, чем Его милость? Что может быть больше, чем Его жят на колготе крести? Что? Наша жизнь, чего не ждущего? Что? Какое откровение? Какое откровение? Что еще? Как должно было, я не представляю. Не могу представить, как оно может еще открыться. Ученики, они послушали, они послушали, они пребывали в тех домах, не принимали их. Они служили, они служили, не думая даже, даже не думая, сколько богословений им должны дать, сколько им должны накормить. Потому что, видя их служение, видя открытое Божье движение, святого духа, исцеление, освобождение, они принимали, они принимали благодарность от Бога. Они принимали, что Господь действующий, там, где они служили, Он действующий, даже не заботится об этом. В руке, как-то, как-то параллель, сятое в отфеле, сятое в руке, Он призывает уже 70, призывая 70. И тот же принцип. И они пошли с радостью, возвращаясь, говорят, Боже, Халилуя, мы рады, что мы имели это служение. И они с такой радостью, с таким вдохновением, говорят, Боже, нам даже бесы победуются. Он говорит, не радуйтесь, чтобы вам помянули, помянулись кто? Бесы. Но радуйтесь тому, что ваши имена записаны. Этому радуйтесь, этому радуйтесь. Больше. Когда мы сможем сражать, мы знаем, что есть, видят домашнюю группу, знаем, что есть все расправлено. Но я там посижу, я послушаю. Это не положение каких-то должностей. Это призвание каждого. Призвание каждого. Когда мы говорим о трудящихся, особо авиа в этом пае, написывая об этом все, вы послание... ... Продолжение следует... 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 Простите, я предложил, например, несколько женщин. Кто-то у нас служит. А взагалинные служащие, знаете, это в глазах, это в глазах. Слушайте, это то, что, может быть, для меня только... Я так пристал сегодня. Я говорю, кто? Ответа не вам. Я говорю, когда мы служим друг к другу, мы служим Господу Бешего Мошенника. Мы служим Него. Мы принимаем друг друга. Мы имеем отношение любви к Бешего Мошенника. Я говорю, дорогие, я склонен к тому, когда мы говорим те, которые служат у нас, это когда-то кто-то приезжает. Про победы. Кто-то, знаете, поет, приехавший к нам. Мы делаем, знаете, как делаем? Боже. Боже, дякую! Какие помазаны! Какое прославление! Боже! И когда мы слышим, послушайте, я вообще не имею даже в себе это как-то, как-то немножко... И мы с нас... О! Они послужили. И у нас сразу в моменте, в том, что приехал служитель, мы что-нибудь говорим своим спасибо, что еще приезжают, мы будем рады, мы будем счастливы, и тут же мы машинально в голове считаем, сколько мы должны дать. Трудящиеся у нас достоин пропитания. Это те, которые только приезжают, они достойны. Это те, кто только приехал к пророку, он только достоин. И когда мы слышим призыв, мы говорим, да, о, спасибо! Давайте мы послужим этим своим гостеприимством. Кто-то с вами голову отворачивает, да, кто-то... Ну, я знаю, что Марья Петриевна вона может. Вона бабуся в ней, кто не мог дома. Вона одна в гимнате, хай там их... Все мы, все, все! Нет, послушайте, нету в Писании, нету, что кто-то особый должен принимать. Но, говорите, если ты простеприимны этим даром, то служи! Вы говорите, о, да, Боже, я... Спасибо тебе, Боже! Я знаю, что это общение простеприимное. Вот пускай он и служит. Вот хорошо бы, знаете, крепить домой. Ну, так раньше было, не знаю, как уже сейчас будет. Наверное, там будет знак «Стоп-стоп». Мы все... Если... Откуда мы знаем, кто сегодня в лагуе дома? Откуда мы знаем? Откуда мы знаем, кого мы принимаем? Не принимаем ли мы самого Ишуа Машеева? Писание говорит. Принимающий, да? Принимает я. Отвергающий меня, что я делаю? Если вы принимаете пророка в богиня пророка, полаганок, чего? И там дальше пишут, за кого? Мы семья Божья. Мы служители. Мы показатели, пренепринят, поблагодарим. Давайте еще. Мы ждем какого-то обновления, что-то такое произойдет. Вот, вот мы чувствуем. Да, Боже! Это пробуждение, это откровение. Вот, вот приедет или скажет. Да, Боже! Он уже говорит, он уже действует. Мы можем оказаться, знаете, как-то не в зоне действия. Знаете, как по телефону мы хотим куда-то позвонить, мы говорим, станут нажать на имазовую сквозь вашим оппонентом. Извините пиздец. Это говорит о том, что человек не в зоне действия оператора. Смотрите, чтобы с нами не произошло, чтобы мы не оказались вне действия движения Божьего Духа. Чтобы мы не оказались вне зоны. Все, что на нем этот месяц это важно для меня. Он кто для меня пришел? Если сегодня сказать вам, всем, дорогие, оставляем ваши сумочки. Оставляем все. Прямо сейчас мы с вами едем в Караганду. Ах! Мы сделаем это? Нет. Давайте поднимем честно. Мы сделаем это? Скажу вам. Когда? Давайте. Снимайте. Украшения? Нет. Украшения? Нет. Украшения не церковь. Снимайте. Оставляйте все. И верой идите в Караганду. Вы знаете, где она вообще находится? Вы знаете? Стоп, стоп, стоп. Стоп. Это хороший, знаете, показатель. Дальше ЖД вокзала не дойдет. Знаете, почему? Денег. Ну, хочу сказать. Дальше Котовского, ну, там, как бы, не район, а город Котовский. Это буквально где-то, ну, почти сто счетов километров. Вы не дойдете. Потому что вам надо будет покушать. Мы же расчетываем. Мы же посчитаем, какая у нас обувь, какая у нас одежда, сколько у нас денег, сколько нам надо. Послушайте, мы расчетываем. Мы говорим, мы по минимуму больше. Можем мы составить тебя график по минимуму. Но я верю, что Бог не скажет нет. Он говорит, хорошо состав меня. Мне хотя бы в день, хотя бы, ну, кто понимает, да? Это те, которые, знаете, по много отсидок уже имели. Жизнь такая была, такая упадшая. Они понимают, что им хватит 50 гривен. Да? Все, в день мы хватит 50 гривен. Кто-то поделит кладочку 20, 50, 100. Но мы же не просчитываем. Как сегодня услышать? Как сегодня быть в служении? Как сегодня нам быть открытыми, открытыми друг к другу? Как сегодня, принимая друг друга, принимая друг друга, каждый из нас умеет это призвание? Каждый из нас. Мы, опять же вернусь к тому, что мы говорим. Завтра, ингредиция, все скажут. Аллилуйя, Боже! Слава тебе, Господи! Все наборка в руках. Да. Ух! 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 Я заканчиваю. Я заканчиваю. Я заканчиваю. Я заканчиваю. Что я имею спасение в радость. Ух! Ух! Ничего нескольких. Ни чьего, кроме Господа нашего, лишнего вожения. Можешь себе подыграть. И то, что апостол Павел говорил в первом тарифме в договоре Я имею власть, но я прихожу, не пользуюсь ничьим. Он говорит, если я пришел по воле Божьей, я и была совета. Если я пришел, просто сам захотел, я бы исполняю свое желание. Но я верю, что нам, находясь в Его, кто для нас, Симон Божий, Кто он в моей жизни? Кто он? Когда мы поймем, когда мы скажем в своей жизни, Бешок, ты умер. Орани меня. Ты открыл мне путь ко спасению. Боже, прости меня. Прости, Господи, что я не приятен тебе. Прости, Господи, что моя ответа манипортирует. Я открыта. Я открыта для ближних своих. Прости, Господи. Прости, Господи. Я верю, что Он призывает нас все. Будь едины в Нем. Будь едины между Самыми. Чтобы мы были исполнители Его Святого. Она благая и совершенная. Каждый из нас есть души. Каждый из нас есть те, которые открыты в Нем. Каждый из нас есть души. Это Вы попробуете в течение месяца. В течение месяца. Попробуйте только в течение месяца. В течение месяца. Говорю Вам я потом. Хотя бы раз в неделю. Хотя бы. Пригласите тех, которых Вы никогда не приглашали. Пригласите. Пригласите. Не просто показать, что у Вас хорошего Бога. Пригласите, чтобы поколиться. Пригласите, чтобы осуждать о Его силе, о Его благословении. Пригласите. Пригласите. Я говорю это сегодня. Уминецкая община. Я хочу видеть. Я желаю, чтобы любовь ему, она была совершенной. Чтобы сила Святого Духа. Она действовала. Потому что она действует везде. Данное искужение, она работает. Исцеление, оно действует. Исгнание, все действует, послушайте, все действует. Все действует. И мы в этом находимся. И мы в этом живем. Мы живем с Ним. И что может у тебя? Дай нам отобразить тебя не просто в словах, что я христианин. Не просто в каком-то таянии, но в отношениях, что ты есть мой Господь. И нет другого, Господа. И нет другого призыва. Что мы, братья и сестры, в ваших. Что мы находимся в единстве в Нем. Божий, прошу тебя. Силу отсловения. Силу любви. Силу любви твоего святого духа. Молю тебя. В имени твоего. Я власть, Господь. Я власть, Божий. Я власть, Божий. Моё сила. Моё сила. Моё личное. Каждый из нас от нас тучит и бьется ради жизни в Господь Иешуа. Каждый из нас тучит и бьется ради жизни в Господь и бьется ради жизни в Господь. Каждый из нас тучит и бьется ради жизни в Господь и бьется ради жизни в Господь и бьется ради жизни в Господь. Каждый из нас тучит и бьется ради жизни в Господь. Каждый из нас тучит и бьется ради жизни в Господь. Они дорожили друг другом, они дорожили, потому что знали, что завтра могут быть убиты, что завтра могут быть преданы в тюрьмы. Они понимали, что их жизнь только перед ним. Они готовы быть, потому что знали, что их ожидает Царство Небесное. Потому что оно приблизилось, оно приблизилось, Царство Небесное приблизилось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok